Сегодняшнее видео это история верности и предательства. Это история проб и ошибок. Это история, пронизанная болью. Я должен кое в чем признаться, прежде чем мы начнем этот ролик. Я не был у стоматолога 20 лет. Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. Да, я не оговорился в начале видео. Я не был у стоматолога почти 20 лет. Справедливости ради, все детство я провел в кресле стоматолога, где мне сверлили, вырывали, дробили, пломбировали, исправляли прикус и так далее. И в сегодняшнем ролике я расскажу о своем уходе за полостью рта, о том, как я выбираю средства и почему мой выбор средств очень сильно ограничен. Однако, прежде чем мы с вами продолжим, пожалуйста, подпишитесь на мой телеграм-канал. Это то место, где я общаюсь с вами в более свободной форме, где я не боюсь высказывать свои непопулярные мнения о косметике, делаю какие-то мини-обзоры на продукты, рассказываю о своих планах на съемках, ну и просто делюсь кусочками своей жизни, фотографиями и иногда музыкой. В общем, буду очень рад вас там видеть. Сейчас я стараюсь тщательно следить за полостью рта, как минимум чистить зубы два раза в день, утром, вечером, и в течение дня стараюсь пользоваться ополаскивателем после еды, после каких-то кофе, чая и так далее. Как я уже сказал, к сожалению, мой выбор средств гигиены рта очень ограничен, поскольку у меня хронический рецидивирующий автозный стоматит. Да, если слово стоматит вы слышали давно в детстве, то я вам искренне завиду, потому что стоматит бывает и у взрослых, и он бывает такой, какой просто детям и не снился. Сейчас мы не будем разбирать природу этого заболевания, не будем выдаваться в причины, все, что вам нужно знать о хроническом автозном стоматите, что это такие маленькие, очень болезненные язвочки. Язвочки маленькие, но такое ощущение, что в рот вам засунули раскаленную кочергу. Более того, этот болевой синдром настолько сильный, что прежде чем есть, приходится использовать болеутоляющие средства, какие-то местные анестетики, от которых, кстати, облезает слизистая. В общем, очень неприятная, неприятная болячка. И да, к сожалению, у меня еще чувствительные слизистые, поэтому от некоторых зубных паст у меня сам по себе появляется стоматит, либо у меня появляется ангулит, это такие трещины в уголках рта, либо просто очень сильно сохнут губы, но чаще всего проявляется как раздражение на коже вокруг рта и сильное шелушение от некоторых зубных паст. Популярные зубные пасты типа колгейта, парадонтола, блендомета, это сразу мимо. От них у меня почти гарантированное раздражение и стоматит. От зубных порошков у меня раздражения никогда не было, но почему-то кровили десны. Да, я уже сказал, что это будет история о предательстве, так вот лет 15 назад я нашел свою любимую зубную пасту. Методом проб и ошибок я выбрал лесной бальзам. Лесной бальзам это была единственная паста, которая мне не провоцировала стоматит, которая не раздражала слизистую, от которой не шелушилась кожа вокруг рта, и в общем она мне очень нравилась еще и на вкус. В общем, я был дико доволен, что нашел эту зубную пасту, пользовался ей, наверное, лесным бальзамом несколько лет, но надо сказать, что очищал она не очень хорошо, и у меня появлялся там зубной камень, налет и всякое такое. Но я продолжал пользоваться, поскольку тогда, 15 лет назад, я не особо знал какие-то варианты. Однако, эта зубная паста, к сожалению, у нее сменили формулу. У нее сменили формулу, она стала такая более гелевая, из-за чего она стала очищать еще хуже, и мне пришлось сменить зубную пасту, поскольку я очень много пью кофе. Я выпиваю 2-3 чашки кофе в день, и это кофе черный, без сахара, без молока, без сливок и так далее. Это просто черный крепкий кофе. Сами понимаете, что это для эмали не очень полезная штука, то есть зубы, в принципе, от кофе желтеют. Поэтому мне нужна была какая-то зубная паста, которая не будет раздражать слизистые, от которой не будет провоцироваться мой стоматит, и которая будет при этом достаточно хорошо очищать. И еще, она не должна быть слишком мятной, потому что от мятной зубной пасты у меня очень сильное жжение во рту, которое не проходит, наверное, спустя 20 минут после чистки зубов. Мой выбор зубной пасты осложнялся еще тем, что я вот как-то был всегда убежден, что зубная паста не должна стоить дорого. Для меня 200-250 рублей, ну, может быть, 300, это прям предел для зубной пасты. Ничего дороже, я просто не хочу видеть в своем рту, так сказать. Поэтому для меня мой сегмент зубных паст – это бюджетные пасты с каким-то таким мягким составом. И спустя годы, годы скитаний, годы проб и ошибок, я, наконец, выделил для себя несколько зубных паст из супермаркетов, из такого ассортимента бюджетного, которые я могу пользоваться, которым я уже доверяю многие годы, и я их использую. Некоторые я покупал, наверное, уже точно больше 10-20 раз. Да, сегодня я расскажу о зубных пастах, которые меня не подводили никогда, но я честно скажу, что я не знаю, как обозревать зубные пасты. Я погуглил обзоры зубных паст, в итоге большинство из них сводилось к разбору ингредиентов, к тому, что парабен вызывает спидорак, и от СЛС у вас там обязательно что-нибудь отвалится. В общем, я такое смотреть не стал, поскольку мой тут все-таки занучный подход, и я просто расскажу свои впечатления о своих любимых зубных пастах. Итак, первая зубная паста, которую я сегодня покажу, это зубная паста от Dental Clinic 2080 с красным чаем и мятой. Да, это такая зубная паста, которую я обнаружил для себя, наверное, год до два назад. С тех пор я ее покупал уже несколько раз, и в принципе, я ей доволен. Она не только не провоцирует у меня стоматит, но еще помогает мне чистить зубы, если стоматит уже образовался. Я бы назвал эту зубную пасту очень мягкой, поскольку здесь в качестве абразива используется силика, что сама по себе очень такой, очень-очень мягкий абразив. Очищает она очень неплохо, пенится она скорее средне, а вкус у нее достаточно мятный. Я бы сказал, что мятный, такой травянистый. В принципе, аромат у нее тоже травянистый. Она прозрачная, гелевая, такого вот розового цвета. Благодаря тому, что она все-таки достаточно мятная, то чувство свежести во рту остается минут на 30. Но это приятная мята, которая не раздражает слизистый, и которая не жжет язык. В общем, эта зубная паста достаточно недорогая. Она не раздражает слизистый, при этом она дает очень приятное ощущение свежести и не слишком сильно пенится. Не раздражает кожу вокруг рта. Поэтому, если у вас есть возможность, купите, попробуйте. Следующая зубная паста, кстати, того же самого производителя, NETAL CLINIC 2080. Это зубная паста с солью и мятой. Мята здесь ощущается, но гораздо меньше, чем в предыдущей зубной пасте. Хотя они от одного производителя, вроде бы даже из одной серии. Здесь больше ощущается соль. Да, это зубная паста прям такая соленая. У нее текстура такая же гелевая. Также используется силика в качестве абразива. То есть, зубная паста очень мягкая. Она при этом, кстати, двухцветная, в отличие от предыдущей пасты. В целом, она пенится тоже не слишком сильно, но оставляет потом приятные ощущения во рту. Однако, если вы все-таки не ожидаете какое-то чувство вот именно в такой соленый вкус от зубной пасты, то, наверное, все-таки стоит ее избегать. Но мне нравится соленый вкус зубной пасты, поэтому я ее вот люблю и покупаю ее, наверное, точно больше 20 раз ее покупал. Наверное, раз в 50. Я, короче, пользуюсь зубной пастой много лет. И, в общем-то, советую ее попробовать, если вам надоели какие-то такие очень мятные зубные пасты, благо она сама по себе совсем недорогая. Кстати, у нее очень приятный такой травянисто-солоноватый аромат. Мне очень нравится. Следующая зубная паста тоже относительно мое недавнее открытие. Это зубная паста, паста Дель Капитана. Кстати, единственная здесь паста с производства европейской страны, поскольку, раскрою карты наперед, последняя паста, которую я сегодня покажу, тоже будет корейского производства. Так вот, паста Дель Капитана – это итальянская паста, которая, наверное, самая такая в сегодняшнем рейтинге мягкая. Да, я бы сказал, что она очень мягкая. Она совсем не мятная. Здесь мята не ощущается, здесь ощущается сладость и имбирь. Это прям по вкусу, это такой сладкий имбирь. И у нее даже такой сладковато-имбирный аромат. И она по консистенции более классическая зубная паста. Она очищает очень хорошо, пенится она довольно слабо. В целом, это, наверное, самый мягкий вариант с именно классическими абразивами. Да, несмотря на наличие имбиря в составе, она все-таки не щиплет язык и не дерет горло. В общем, никаких таких эффектов нет. Но она довольно сладкая. Вот если вам не нравятся прям сладкие зубные пасты, то, наверное, стоит обходить стороной. Потому что, ну, я ее полюбил все-таки за вкус имбиря. Вот честно скажу, то, что она мягкая, то, что она не щиплет полость рта, то, что она вот такой землянистый имбирный вкус. Просто очень люблю имбирь. Вот я ее полюбил прям за вкус. За вкус и за соответствием моим критериям. В общем, эта зубная паста одна из моих любимых. Следующая, последняя зубная паста, которую я сегодня покажу, это паста Хан Иль с солью. Да, это тоже соленая зубная паста, но при этом она совсем не такая уж и соленая на вкус. Да, определенно солоноватость чувствуется, но она скорее более мятная, чем вариант от Dental Clinic. И здесь у нее такой очень интересный запах. Она пахнет таким, имеет травянисто-цветочный, такой больше цветочный аромат. И она очень приятная на вкус. То есть она такая солоновато-мятная, но с преобладанием мяты. В целом она, наверное, самая мятная за сегодняшний обзор. Может быть такая же примерно мятная, как паста с красным чаем, которую я показывал первый. Она, да, эта паста более классическая, она такая белая, непрозрачная. Она тоже имеет классические абразивы в составе, поэтому она, наверное, будет многим более привычна. Особенно если вы хотели попробовать пасту, например, с солью, слышали о ее пользе, но вот не хотите, чтобы у нее был такой яркий соленый вкус. Вот этот вариант очень интересный. Да, покупаю ее тоже уже очень много раз. Всегда, когда не знаю, что купить, просто беру эту пасту. Да, забыл сказать, пенится она довольно сильно, но тем не менее я ее, в общем-то, без особой опаски включаю в свой топ. Из тех паст, которые не попали в мой сегодняшний обзор, я хотел бы отметить еще пасту «Система» от, по-моему, японского концерна «Леон». Также хотел бы отметить пасту «Сигнал». По-моему, она называется правильно, как это произносится. Да, «Сигнал». Она из Нидерландов. Это тоже очень такая мягкая зубная паста. У них есть еще вариант с кокосом. Оно очень такой, прям очень приятное. Я бы сказал, что она мне прям нравится. Но их достаточно довольно проблематично для меня. А система у нас иногда вот появляется в супермаркетах, но не все варианты мне подходят, не все варианты мне нравятся, потому что у них есть тоже очень мятные, есть очень сильно пенящиеся пасты. Постоянно забываю, какая из них моя любимая, поэтому система тоже когда-когда как. Есть еще очень классная паста. Тоже не могу вспомнить название, выведу здесь картинку. Она со вкусом розы. Она со вкусом розового масла. Тоже очень мягкая, очень приятная. Такой гелевой консистенции. По-моему, не помню кто производитель. В общем, смотрите картинку. Да, но ее опять же довольно тяжело купить в супермаркетах. Ее надо как-то специально искать где-то, заказывать. Я сегодня показал только те варианты, которые в моем регионе легко доступны. Ну и в качестве бонуса расскажу историю своих зубов. У меня изначально были такие очень кривые зубы. И эти кривые зубы мне пришлось исправлять специальными скобками. Может быть, вы тоже такие носили. И вот эти скобки... Боже, это была просто самая ужасная вещь. Просто вот такая штука с металлическими... Металлическая проволока, которая надевается вам на зубы и присасывается к верхнему небу. Вам довольно сложно с ней разговаривать. Постоянно текут слюни. Носить ее нужно по несколько часов в день. В общем, зубы от нее тоже потом болят. Ее постоянно нужно ходить, корректировать к стоматологу. Собственно, та причина, по которой я провел у стоматолога, в кресле стоматолога почти все детство. О, да. Она у меня, по-моему, даже где-то сохранилась. Даже она у меня где-то до сих пор лежит. Оставил ее на память. В целом, я бы не сказал, что у меня идеально ровные зубы. Потому что, с одной стороны, у меня все-таки немного такие разъехавшиеся. Плюс у меня все еще сохраняется неправильный прикус. Но, в целом, я доволен состоянием своих зубов. И если раньше хотел с ними еще как-то там что-то подкорректировать, какие-то брекеты поставить, чтобы сократить промежутки между зубами с левой стороны, то сейчас я, наверное, уже не стал бы ничего делать. Меня также устраивает их цвет, несмотря на то, что клыки имеют более желтый оттенок. Но, в целом, я принимаю свои зубы такими, какие они есть. И надеюсь, что я еще очень многие годы не буду попадать в кресло стоматолога. В общем, на сегодня это все, наконец-то. Надеюсь, это видео было вам полезным. Напишите свою любимую зубную пасту в комментариях. Будет очень интересно почитать. И обязательно дайте ее характеристику. Если она какому-то мягкая, не слишком мятная, не слишком пенится, то мне интересно. В общем, большое спасибо всем за внимание. Большое спасибо тем, кто подписывается на мой канал, кто подписывается на мой телеграм-канал. И я жду вас в комментариях и жду вас также в своем телеграм-канале. Всем большое спасибо и всем до встречи в новых видео. Всем пока!